Мир горит, мир в огне. Мы все просто подыхаем от ботов. Все узнают, что у Бузовой не миллион миллионов подписчиков, а тысячи человек. Дети, которые смотрят мультики на ютубе и зэки. Неужели ты думаешь, что кого-то это ебут? Всем привет, это Франч ТВ. Меня зовут Роман Кириллович. И сегодня у нас интервью с Еленой Тошиной, скандальным интернет-маркетологом, которого рекомендует сам великий и ужасный Артемий Лебедев. Это первое, кстати, видеоинтервью Елены, поэтому обязательно досмотрите до конца. Тем более, что в конце вас ждет классный конкурс. В середине полезная информация от Елены. А в начале рекламы нашей замечательной компании Франч, собственно, сейчас происходит. Я рекламирую нашу компанию, которая занимается упаковкой, созданием франшиз уже 17 лет подряд. Уже 59 выпуск подряд, я об этом рассказываю. Мне до сих пор не надоело, и надеюсь, вам тоже. Поэтому, друзья, не тупите, создавайте свою франшизу и умножайте свой бизнес на 10. Я на самом деле не знаю точно, насколько, но в любом случае будет не так уныло, как сейчас. Кстати, если вы вдруг не знакомы с творчеством Елены Торшиной, то хочу вас предупредить, в выпуске будет мат, поэтому уберите детей от экранов. А если вы сами не приемлете такую лексику, то посмотрите, ну не знаю, на ютюбе, как распускаются цветочки. Мы оставим ссылочку. Лен, ты в интернете материшься, как сапожник. И вот пока мы готовились к съемке, ни одного бранного слова ты не произнесла. Ты легко переключаешься между интернетом и обычной жизнью? Ну, я, конечно, всегда матерюсь и в обычной жизни, и в интернете. Но в письменной речи как-то, не знаю, у меня такой лирический герой, наверное. Ну, в жизни я тоже матерюсь, ну а кто не матерится? Русский человек ругается матом, да, это факт. Что здесь такого необычного? Вообще ничего необычного. А что, мы уже интервью пишем или это просто так? А матом ругаться можно или нельзя? Можно матом ругаться абсолютно. У нас вообще без цензуры. Я просто хотел об этом поговорить, потому что, ну, во-первых, есть же такой жанр, трэш-райтинг, да. Его использовали и писатель, и Бероус, и Пелевин, которые, мне кажется, ты являешься покойницей его творчества. А тебе это как, помогает формировать твой образ? То есть, для чего ты это делаешь? Я не занимаюсь каким-то искусственным формированием образа, что-то вот такое вот. У меня нет плана, которому бы четко следовало. У меня вот так, что называется, душа поет. Просто, если ты заметил, и на сайте я пишу раз в сто лет, ну и в фейсбуке я тоже пишу редко. И когда возникает такое эмоциональное напряжение, когда тебя просто сюда встало, ты очень сильно раздражен, ты пошел и выплеснул это. И оно получается с матом. Ну, вот я смотрел твой сайт, в 2014 году значительно меньше было матяков, то есть ты стала больше материться, тебе стало больше раздражать все происходящее вокруг? Слушай, ну, во-первых, я раньше работала в найме. В найме было довольно хорошо, вот, и сытно, и клево. Потом как-то все стало сложнее, но жизнь сложнее становится у женщины. И у меня тоже жизнь становится сложнее. И для тебя это в виде мата выливается? Да много в виде чего. Знаешь, как Шнур когда-то говорил? В мире происходит столько всего жуткого, столько всего ужасного. Там какая-то торговля людьми, торговля органами, геи, лесбиянки, трансгендеры. А кого-то еще волнует, что кто-то в интернете ругается матом. Да, я тоже в шоке. Неужели кого-то это ебет, что я ругаюсь матом в интернете? Лен, ты должна признать, что ты в русскоязычном интернете главная матершинница. Но я хотел не столько об этом поговорить, я хотел поговорить о том, как это может помогать, например, в продвижении. Мат может быть частью рекламной компании? Очень хорошо может помогать. Знаешь, можно что-то объяснять прозой долго и упорно, можно что-то объяснять стихами. Стихами получается быстрее. То же самое, как можно долго и упорно рассказывать о каких-то преимуществах. Кому-то что-то доказывать, объяснять вот этими словами высококачественный, стильный, дешевый, дорогой, с гарантией. Можно просто сказать, охуенный продукт. И это будет понятно, это дойдет быстрее. У меня и на сайте, в общем-то, почему вот этот мат появился. Ну, когда ты рассказываешь человеку что-то раз, и два, и три, и четыре, вот ты своих сотрудников говоришь им. Заполняйте поле тема письма, заполняйте его, проверяйте вложенность файла, называйте файлы по-нормальному. Ты там говоришь раз, два, три, четыре, пять, и потом начинаешь просто кричать, ты начинаешь срываться. И вот когда ты срываешься, начинаешь через нахуй, блядь, это объяснять, что называется, доходит. То же самое с моим сайтом, то, что так просто до людей быстрее доходит, и моя целевая аудитория, она так у них там срабатывает. Я вообще, я вам говорю, за народное продвижение. Не надо из себя что-то строить, что-то такое изобретать и изображать. Мечта любого предпринимателя выйти на широкую массовую аудиторию. И продавать свой продукт любому Петровичу, любому Кольке из общежития, всем. Чтобы дошло до этих народных масс, нужно объяснять покороче и попроще, чтобы побыстрее доходило. Ну, простые слова, в том числе обстанная лексика, мат, да? Каждому нужно как-то переключаться. Ну вот, может быть, у нас такое поколение, что нам нужно выйти и поматериться на сайте. Тут нет ничего такого специального искусственного, так получается просто, понимаешь? Люди хотят говна. Людям как-то вот, не знаю, может быть, насытились уже всего люди, они хотят вот такого, не знаю, искреннего, откровенного контента. Там, не знаю, топовый менеджер Исколкова, там банкиры, предприниматели, которые владеют заводами и пароходами. Там много удивительных людей читают мой сайт. Я сама не знаю, что они там делают. Кто самый известный твой читатель сайта? Ой, слушай, ну как-то давно пришел в комментарии сраться Тиньков. Ну, это было вот лет пять, может быть, назад я какое-то там что-то запостила на сайте, что-то расшарила в Фейсбуке. И что-то там слово за слово пришел с кем-то, посрал с Тиньков. Ну вот, ну, Костя Калинов читал мой сайт. Да слушай, да много кто. Я не полью своих клиентов и таких вот именитых читателей, потому что, ну, как бы я не фиширую, кто там со мной работает, почему он работает со мной, и что я для него делаю. Ты ненавидишь блогеров? Ненавижу. Но работаешь с ними? Работаю с ними. Это нормально? Это с адамонситивным такой, да, в бизнесе? Я нанимаю сотрудника себе в команду. Я говорю, у моей работы есть недостатки, есть преимущества. Главный недостаток моей работы в том, что работа вас ждет ебаная. И жизнь у вас начнется ебаная, потому что работать с блогерами, договариваться с ними, контролировать, чтобы они тебе за твои же деньги что-то нормально сделали. Но это тяжело, это нередко унизительно. Преимущество этой работы, то, что среди вот всей нашей, среди нашего диджитал рынка, моя команда, моя рабочая группа, мы делаем что-то настоящее. Мы делаем что-то, что действительно решает коммерческие задачи, а именно они самые главные. То, что выводит продукты на какой-то новый уровень, дает им толчок и дает в кратчайшие сроки понимание, продукт вообще полетит или не полетит, или надо сворачивать бизнес. Потому что если он у блогера, у лидера мнения не пошел, они высказали свои рекомендации, потестировали, и он не пошел, нет ни трафика, ни продаж, то как бы все, ни контекст, ни таргет, скорее всего, не помогут. Поэтому, ну да, я работаю, потому что, ну блин, я не знаю, с чем еще работать на диджитал рынке. Ну, хорошего образования у меня нет, у меня образование сраного журфака, ну что мне, я бы работала программистом, я бы, может, работала доктором, но вот я не отучилась, поэтому я работаю с блогерами. Понятно, да, что блогеры, они разные, но все-таки, чего тебя больше всего бесит? Слушай, что меня больше всего бесит? В блогерах, это, знаешь, можно отдельное вообще снимать, вот отдельный выпуск собираться и снимать долго-долго-долго. Давай, топ-10 бесячих вещей в блогерах. Первая неорганизованность, они же блогеры, это не регулярная рекламная служба, они не работают как-то по часам, по дням недели. Когда ему удобно, он тебе отвечает, когда ему неудобно, он не отвечает. К многим блогерам ты не попадаешь просто потому, что они тебе не отвечают, они тебе игнорят, это не редкость. У них 7 недель на пятницу, сегодня да-да, завтра нет-нет. Не знаю, блин, они считают, что они напишут материал, который лучше отрекламирует продукты, который даст больше профита. На самом деле нет, нет, у меня уже есть целое исследование, что это я знаю, как лучше написать текст. И что сказать в интеграции у ютуберов, допустим, да, чтобы это продало, чтобы это дало больший профит клиенту. У меня уже вот есть там целая статистика, вот пишут они и вот такой результат, а вот пишут мои авторы, я отсматриваю, редактирую, вот такой результат. Я знаю, они не знают, но они считают обратное. Ну что, то, что они цены поднимают постоянно, вот перед Новым годом мир горит, мир в огне, понимаешь, все новое, все новогодние подарки, сейфы, стеллажи, радиаторы, все новогодние подарки. И ты лезешь с этими подарками на блогера, у него час назад была цена 150, спустя час уже 200 тысяч рублей, ну это подстава. Вот эти вот постоянные повышения центра просто подстава, а у них ничем ничего не регулируется. Они же тоже понимают, что, ну как бы выбора-то особо большого нету, куда идти рекламироваться, чтобы решать именно коммерческие задачи. Все на них прыгают. Поэтому они повышают цены, чтобы таким образом фильтровать рекламодатели, чтобы какие-то понормальные ставали, чтобы поменьше было рекламы, все-таки побольше там редакционного контента. Ну это вроде бы вполне разумно. Ну это как бы обычные вещи, слушай, ну что вот бесит, ну что бесит в работе с людьми? Ну это обычный, стандартный набор, необязательство, расхлябанность какая-то, вот эти вот сложности с периодом денег. Ты знаешь, есть блогеры старой школы, которым уже там за 35, я с ними работаю, ну уже лет там по 6. Они нет, с ними можно ругаться, мириться, это некая история работы. А есть блогеры новой школы, которые вот-вот появились, они в основном появились с инстаграмом. Вот, и да, они кидают. У тебя был пост буквально недавно, в фейсбуке я читал, что ты прям планируешь сделать такую подборочку. Ну они достали, да, я просто пытаюсь с ними сначала договориться, да, давайте, давайте, так, давайте. Так они пропадают, кидают, слушай, ну вот инстаблогеры, да, с ними прям беда, беда. Какой процент бюджета попадает на таких кидалов? Малый, малый, малый бюджет, ну там, понимаешь, как бы один блогер кинул, у тебя уже, ну извините, там фиксируешь расход, это минус 50, минус 100 тысяч рублей. Новое поколение блогеров, ютуберы, инстаграмеры, но в меньшей степени ютуберы вот с инстаграмщиками тяжеловато может быть. Их мало, но они же дорогие, понимаешь, он один такой сделает, и ты уже напрягаешься. Во-первых, я с блогерами лично, я, я с ними уже очень давно не общаюсь, у меня уже очень давно, но это нет терпения, несколько лет я с ними не общаюсь. Я с ними вступаю в переписку, когда возникают сложные ситуации, которые нужно именно решать, включать такую решалу. С ними общаются мои менеджеры. Стараемся, конечно, со всеми подписывать договора, вот в этом году хотя бы ипшки какие-то начали расчехлять блогеры. Вот, стараемся подписываться и по-нормальному работать. У тебя большая команда? Команда, да нет, человек 10. Это все, я видел, люди в разных даже городах, то есть у вас нет офиса, вы... Я отказалась от офиса, да. Ну, я сейчас в декрете, как бы, поэтому я не могу ходить в офис, и мне там, а я не хожу, но кто-то будет ходить. Да, у меня люди из Тулы, Екатеринбурга, Калининграда, Сибири. В Москве не с кем работать, я не могу себе в Москве работников найти, они инвалиды мозга. Все, понимаешь? В смысле, по запросам денежным? Да нет, по своему состоянию рабочему, а не инвалиды мозга, они не в состоянии работать. Люди, человек попадает в Москву, но если он москвич, он, ясное дело, не в состоянии работать. А так он попадает в Москву, у него появляются какие-то там, не знаю, развлечения, ну, что-то с ним происходит. Короче, это вирус, вирус. Ты москвичка? Я? Да. Нет. Самый главный след живой, настоящей, не ботной аудитории – это комментарии. Не лайки, не рошары, а вот именно комментарии, чтобы люди там общались, чтобы там, может быть, какие-то говносрачи были. Какое должно быть соотношение? Вот у тебя 10 тысяч подписчиков. Ну, есть же формула, которая, формула вовлеченности, да? Так. Это как соотносится количество подписчиков блогера к числу людей, которые реагируют на его посты, лайкают, комментируют, вот все это суммарно. Ну, это должно быть, ну, круто, если это 5 процентов. Так. Ну, а так, если больше 2 процентов, то уже ок, рабочая вещь. А когда миллион подписчиков и 5 тысяч лайков, это нормально? Нет. Нормального нет. Да. Нормы нет. Цифры очень раздутые. Мы все просто подыхаем от ботов. Я не знаю, когда это началось, но это зашло уже очень сильно далеко. Может быть, это даже началось с подачи клиентов, потому что им нужно было показывать какие-то большие цифры, что там пост читает 3 миллиона человек, и вот там лайкают, там 10 миллионов, переходит, и самые цифры очень сильно раздутые. Таких цифр нету. В интернете уже давно очень нету притока новой аудитории. Там приток новой аудитории последние годы в интернете – это дети, которые смотрят мультики на ютубе, и зэки, которые смотрят, которыми Путин. Это интернет-тюрьмы провел, и они там что-то там делают. Поэтому цифр больших не может быть, но мы как бы пленники друг друга, понимаешь, с нас спрашивают, ну мы говорим блогер, ну что ты, блин, мне даешь тысячу там каких-то охват, ну это ничего, ну куда его, куда его в жопу засуну, что ли, себе эту тысячу. И он, ну давай, тогда вот 50 тысяч, да. Поэтому, ну нормы нет, я уже сама не знаю, что такое норма. Я говорю, что в ядре, я просто закладываю в ядрокомпанию проверенных блогеров, и очень аккуратно пробую новых, там, которые я 10 тысяч раз проверю, которых я там буду пытать и спрашивать. А покажите такой пример, покажите такой пример, а сколько вы тут спрогнозируете, а как вот тут подать, тогда я его пробую. Цифры все раздуты, раздуты, это огромный пузырь, понимаешь, что на самом деле, на самом деле мало везде читателей. Какое это решение у этого видишь? Слушай, ну решение должно быть как-то, по-моему, все-таки вот, я уже миллион раз слышала, что тот же Инстаграм начинает бороться с ботами, что он там обнулит накрутки, что вот так все произойдет. Я слышала это миллион раз, я это уже миллион раз слышала, но этого почему-то ни разу не происходило. Может быть, это происходило локально, но они, видимо, тоже боятся распугать аудиторию, и там, если обнулит кому-нибудь из Дома-2, обнулит Бузовый, да. Все узнают, что у Бузовой не миллион миллионов подписчиков, а тысяча человек, ее читает ее подружек, таких же плакальщиц-разведенок. И капец, Бузова уйдет из Инстаграма, а это как бы, ну, это важно, это там чуть ли не лицо российского Инстаграма. Ну да, там. Да, должно быть централизовано, должны сами соцсети что-то делать, чтобы бороться с ботами. Ну это же отдельный бизнес, понимаешь, это же фирма ботов, ну куда ты от нее денешься. Соцсети сами же на этом зарабатывают, собственно. Ну да, да, но на самом деле цифры меньше. Ну это знаешь, как раньше, все же, да это, блин, тянется еще со времен печатных газет. Если тебе говорит какой-нибудь журнал, что у меня тираж миллион, ну дели на два, а то и на три, и не ошибешься. И вот там от миллиона будет 300 тысяч или 400 тысяч тех, которые действительно берут журнал в руки, читают его, и может быть из них еще 100 тысяч, которые читают там от корки до корки. Ну все то же самое, понимаешь, дели на два, на три, наверное, не ошибешься. Сколько стоит реклама у Дудя? Работала? Да вроде миллиона два. Я как с Лениным, я не работала, но я знаю тот, кто работал и знаю, как у них получалось. Ну в целом окей все, эффективно? Ну если ты видел, кто рекламируется у Дудя последнее время, то там вопросы эффективности, они либо не ставятся вообще, либо ставятся как-то по-другому. Извините, Дудя купил Альфа-банк и Head & Shoulders или какой-то, не Head & Shoulders, не Альфа-банк, они трафик не меряют, у них по-другому там считаются эффективности. Те клиенты из моей весовой категории, которые у него размещались, они говорят, что да, трафика много, но он не отбивается, потому что, ну ты представляешь, что у него стоит 2 миллиона реклама. Реклама, когда стоит таких денег, она даже когда стоит полмиллиона, очень трудно ее отбить в течение месяца, когда она вышла. Ну что ты должен продать? Наверное, какую-нибудь там виллу в Испании, наверное, какое-то лечение медицинское, но и вилла в Испании, и автомобиль, и вот эти все вещи, они продаются долго, поэтому, ну может быть, когда-то это продаст, но уже там не поймешь, Дудь это продал или нет. Наверное, хороший трафик, но 2 миллиона это... Зачем тогда идут к Дудю? Вот есть иррациональная причина у этих клиентов идти к нему? Что это, имидж очень сильно влияет, реклама у таких блогеров? Дудь крутой, ну чего, у него много аудитории, ну а кому идти Альфа-банку и проектор Энд Шолдерселл, что там презервативы он еще рекламирует. То есть у крупных брендов такая стратегия, идти просто к очень большим, да? Потому что... Я не знаю, какая у них стратегия, я знаю только, что когда к блогерам приходят банки, то с ним можно окончательно проститься. Чего? Таким, как мы, ну он, ты к нему не пробьешься. А, там сильно... Он садится на контракт, он уже становится серьезным человеком, он становится сытым, вот. Ну и вальяжным, поэтому, ну, пришел там Сбербанк к Вилси и Альфа к Дудю, ну, банки все портят. По-моему, несколько лет назад ты говорила, что я работаю только с микробюджетами. Сейчас поменялось что-то в этом плане? Да. Ты работаешь? Я не работаю с микробюджетами, это не работа, это драчение дурочки с суходрочкой, нет. Это какие-то кривые и окольные пути, которые не работают, на них не хватит жизни, чтобы ими идти. Нужно брать деньги и делать по-нормальному, по-человечески, по-прямому. Я очень давно не работаю с микробюджетами, потому что, ну, не получается. Слишком большой информационный шум. Может быть, раньше, когда, там, года 3-4-5 лет назад можно было что-то сделать, там, и на 100 застратых тысяч рублей. Сейчас слишком много информационного шума, люди бьются бюджетами. Ну, что ты там выведешь на рынок без бюджета? Ничего. Давай, бюджет это сколько? Ну, от полумиллиона рублей в месяц и запас хотя бы на полгода. Надо держаться хотя бы полгода. Я говорю, я же писала уже не раз, что очень важен не столько бюджет, сколько у тебя есть сейчас денег, важно держаться, важно иметь запас денег, важно держаться полгода и, может быть, даже больше, чтобы пройти так называемую долину смерти и выйти на какие-то продажи, начать что-то зарабатывать. Долина смерти это? Ну, долина смерти это такой термин есть, когда ты уже денег дофига вложил в бизнес, чтобы его запустить в рекламу, чтобы это все как-то раскрутить, но у тебя продажи еще не пошли в должном количестве, и тебе нужно этот плохой период просто пережить, переждать, продержаться нужно. Полумиллиона на полгода это 3 миллиона хотя бы нужно, чтобы хоть как-то... Полумиллиона в месяц, да, на полгода, ну, хотя бы 3 миллиона, да, хоть как-то. Не, ну, можно работать, я же говорю, если работать кратчайшим путем с блогерами, лидерами, не, если вы пойдете в контекст, не знаю, может, там по-другому у вас все сложится. Лен, почему тебя называют легендой интернет-маркетинга? Меня так называют? Да, ну, меня в Фейсбуке так называли. Ну, не знаю, потому что я круто работаю. Окей, есть еще одна легенда интернета, это Тема Лебедев. Ты с ним работала как рекламной площадкой? Я покупаю рекламу у Тему Лебедева много-много лет, он, наверное, об этом не знает, потому что я сама к нему ходила покупать напрямую очень давно, очень-очень давно, еще в ЖЖ я покупала у него посты, и однажды я сидела вечером дома, и у меня раздался звонок. Я взяла трубку, и мне сказали, здравствуйте, это Тема Лебедев, а заверстайте, пожалуйста, у нас завтра выпуск у ЖЖ. В смысле заверстайте? Ну, заверстать нужно было пост, чтобы он выпустил, завтра был выпуск, я думала, что там он что-то сам верстает, а он думал, что мы верстаем. Ну, просто вот мне позвонил Тема Лебедев, я офигела. У Темы Лебедева мы покупали рекламу в ЖЖ, потом в Фейсбуке, сейчас в Телеграме. Ну, очень давно покупают рекламу мои менеджеры, не я лично, но у Тема крутой, да, он классный. Ты при этом все-таки говорила пару лет назад, что он уже не работает. Я говорила не пару лет назад, я говорила это года 4 назад, то, что, ну да, были моменты, когда цена возросла, и как бы уже было очень трудно сделать такой пост, чтобы он вот прям отбился, а всем же нужно вот так, ну, поэтому да. Но вы продолжаете с ним работать для чего? Да, 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 ну, потому что настоящая аудитория, слушай, ну а с кем работать? Ну, Тема не крутит ботов, у него настоящие живые читатели в ЖЖ, в Фейсбуке, в Телеграме, просто в ЖЖ у него, насколько я знаю сейчас, давно именно ЖЖ не покупала у него, у него там, ну, 1250, может, 300 это стоит. Ну, это уже тяжеловато, вот, ну, ты торгуешь какими-то козлодерками, да, ну, сколько тебе этих козлодерок по 1000 рублей нужно продать, чтобы пост у Тема Лебедева продал? Ну, очень много, да. То ли продаст, то ли не продаст, а всем нужно вот прям сейчас, или там все, или конец разорения. Поэтому работали, потом в Фейсбуке стали работать, потом в Фейсбук там что-то перековеркал выдачу, стали в Телеграме работать. Но с Темой лично ты не знакома, да? Нет. Кстати, он тебя же рекомендовал где-то в своем посте пару лет назад. Ну, он не рекомендовал, он просто написал, что вот есть такой сайт, там смешно почти все. Да, назвал тебя теткой. Да и пофиг. Главное, что у меня с этого поста пришло там, не знаю, тысяч 50 человек в один день. Это вообще как? Это клиентов ты имеешь в виду, или просто... Нет, трафик, трафик. Ну, просто Тема написал, что вот Торшина, тетка Торшина. На сайте смешно почти все клиентов. А у меня нет такой корреляции, что кто-то вот прям, я пост написал, или там Тема Лебедева почему-то про меня написала, и ко мне клиенты какие-то пошли. Нет, человек читает мой сайт, может быть, мой Фейсбук. Я думаю, что пару лет он привыкает, потом набирается смелость, и потом приходит. В прошлом году был большой скандал между блогерами из Немаги и Тиньковым, которые там что-то не поделили, можно посмотреть. Многие считают, что это заказуха, то есть в смысле заранее спланированная стратегия, что они там поругаются и все вместе взлетят в упоминания во всех там СМИ, в Ютьюбе и так далее. Я тоже сначала думала, что это заказуха, потому что ТКС, он же много и продуктивная, со слов ТКС, же работал с блогерами Ютуба, причем с довольно топовыми. И как-то они погрузились в эту тусовку, причем, наверное, там было увлекательно работать самому Олегу Тинькову. Поэтому я тоже поначалу думала, что это такая инсценировка, но нет. Это не инсценировка, я это знаю там, ну не чуть ли из первых уст, но из вторых уст. Нет, это не инсценировка, там был долгий и довольно неприятный судебный процесс. Он выбил из колеи там обе стороны и, ну, заигрались они, не знаю, надо было просто остановиться и разойтись миром. То есть тебе кажется, что обе стороны проиграли в этой битве? Ну а чем? Не магия, она когда занялась этими всеми разборками судебными, они даже рекламу очень долго не брали, ничем не занимались. Потому что это затягивает, это же ресурс пьет. Зачем это все? Чтобы доказать что? Что мы вот свободное, независимое издание не магия, два пиздюка кемеровских, кому-то что-то там доказали, но окей. То есть мы в итоге можем сделать вывод, что если сильно заиграться в эту хейтерскую историю, пытаясь таким образом подняться, ты можешь больше потерять. Вот есть интернет, если там срач произошел, его лучше решить там. Не надо это все выплескивать на реальную жизнь и доводить до вот этих всех мучительных разбирательств в офлайне с какими-то силовыми структурами, с какими-то там уже адвокатами. Но лучше этого не делать. Это становится неинтересно. В интернете весело и интересно, там клево. А в реальной жизни нет. Ты перед интернете отказалась говорить на тему твоих разборок с Юрковской. Очень многие наши зрители просили уточнить. Я не буду это комментировать, да. Эта история до сих пор не закончена, да? Не буду это комментировать. Не будешь это комментировать. Все, это мы зафиксировали. Вообще, ты когда-нибудь, тебе предлагали проекты, я сейчас не об этом, Кейси, а о других, связанном с черным пиаром. Занималась когда-то черным пиаром? Слушай, да по 100 раз в месяц. Серьезно? Ну, конечно. Это твое направление вообще? Очень много обращений на черный пиар, но очень мало готовых на самом деле этим заняться. То есть, когда людям начинаешь рассказывать, что будет вот так, вот надо будет делать вот это. Они говорят, ой, нет, нет. Люди думают и верят, что если у них сформировалась какая-то острая болезненная проблема, которая давно не может разрешиться в оффлайне, они придут, дадут огласку этой проблеме. Когда все узнают, как мир несправедлив, что-то изменится. При этом рассказать от своего имени, что вот так мир несправедливый, что вот это все происходит, они не решаются. Поэтому вот так вот формируется заказ. Вот я вот пришел, я хочу, чтобы все узнали об этой компании, какие они нехорошие, как они грязно убивают конкурентов. Или там я хочу, чтобы вот этого человека все узнали, что у него сын гей и что он там этому сыну гею купил что-нибудь очень дорогое. Таких заказов много-много. Люди приходят, вот обращаются с этими запросами и начинаешь объяснять, что ну неужели ты думаешь, что кого-то это ебет. В интернете очень много всего. Там постоянно кого-то разоблачают, там постоянно у кого-то сын гей, кто-то что-то купил, какая-то у кого-то дача дорогая. И очень трудно сделать действительно такую стоящую компанию, разоблачающую, какую-то компрометирующую кого-то. Ее сложно построить. Сложно или дорого? Но если и сложно, и дорого, и долго, но если в интернете что-то выплеснется само собой, то тогда капец, это не вычистишь. Выдача консервируется моментально. Проще все-таки сформировать вот это вот говно. И технологически это проще сделать, и веселее это сделать, чем потом это зачищать. Я говорю, готовность людей вот этим заниматься, она, как правило, они очень сильно хотят, но не решаются. Поэтому, ну, моя это специализация, да нет. Что останавливает? То есть то, что это нужно делать долго, упорно и залить туда много денег? Что останавливает? Ну, понимаешь, когда ты сидишь со своей проблемой наедине, ты ее видишь по одному. А когда ты идешь делиться этой проблемой с какими-то экспертами, они тебе рассказывают, слушай, ну, у нас 7,5 миллиардов, ну, вот таких проблем, как твоя, вот тебе ссылки, вот они все вот с такими проблемами. Ну, твоя должна быть какой-то уникальной, давай немного присочиним эту проблему. Чтобы она была заметной, что, например, резонанс, нужно там, ну, хотя бы вложить в это миллион рублей. Ты будешь этим заниматься? А еще, когда ты вложишь в этот миллион рублей, вот не факт, что публичность, она поможет твою проблему решить. Потому что это кажется, что ты сейчас расскажешь это, это прочитают и просто, вот знаешь, небо на землю упадет. На самом деле нет. Ну, честно же людям говорить об этом, что на самом деле такого эффекта не случится. И людей вот это отрезвляет немножко. Ты всем плевать на твою проблему. Какие были успешные кейсы? Слушай, успешные кейсы, ну, ты вылил ведро, помоев, вот тебе успешный кейс. Ну, что там рассказывать? Есть кейсы успешные, наоборот, по обратному процессу, когда ты долго и упорно работаешь там с выдачей и долго и упорно отбеливаешь, отбеливаешь, отбеливаешь вот то, что когда-то вылилось, эту смолу с перьями очищаешь. Вот есть такие успешные кейсы, ну, как бы там программируешь реальность, переписываешь историю. Но это сложно все, это сложно на год работать. Ну, что могу? Ну, есть такие кейсы, там люди приходят вот по моему имени, фамилии или по моей компании, плохо пишут. Вот сделайте так, чтобы этого не было, чтобы писали конструктивно. Ну, делаем так. Как это? Долго-долго делаем. Физически происходит? Физически происходит. Я просто вижу, когда, я тоже общаюсь часто там с известными людьми, и когда ты начинаешь делать какой-то ресерс в интернете, прям видно, что информацию подчищали. Как это делать? Все зависит от того, что там у них было на самом деле. Знаешь, есть такие запросы, что вот я там, какой-нибудь медицинский запрос, что я там полечил человека, а у него все отвалилось потом. И теперь пишут в интернете плохое, вот за это лучше не браться, потому что даже если там наполовину было так, и отварилась только половина, всего они все полностью, это уже нехорошо, и это вот прям обходи стороной. Или там вот кто-то там правил над городом, все разрушил в городе, а теперь нужно сделать так, что он типа ничего не рушил и все, и он хороший. Но это тоже невозможно. Поэтому все зависит от того, насколько там что-то на самом деле было. То есть у тебя все-таки есть какие-то принципы в этом плане? Принципы у меня есть, но я технолог, я просто понимаю, что я это не изменю, я просто не справлюсь с этим, это не в моей силе технологически, это невозможно. Если человек лишил там зрения многих людей, написать, что он сделал их зрячими, так не получится. А какие-то, да, истории можно менять? Вот примеры, когда там... Да, всякие коммерческие истории, всякие денежные, кто там у кого что отжал, кто у кого что не поделил, какие-то, ну такие, это коммерческие опять-таки. Я не люблю вот этих уже, вот знаешь, личностных разборок, медицинских разборок, нет, это все сложно технологически менять, переписывать. А коммерческие, да, пожалуйста. Ценник на такую услугу, он выше всегда, чем обычная там работа? Да, потому что нужно этим ковыряться год в этом, я меньше чем миллиона за полтора в это нырять не буду, нет. Ну а блогеры больше берут денег за такие, зашкварные истории? Да там с блогерами работа по минимуму, там... Не участвует здесь блогеры? Ну иногда участвуют, но там работа с выдачей в основном, выдачей консервируются сайтики, там третистепенные такие шаромыжных много сайтиков, они консервируются Яндексом. Ну блогеры, это, понимаешь, это как печь ассигнациями топить. Блогерам, если уж совсем ничего не помогло, нужно идти там к блогеру и рассказывать от его лица, что как на самом деле было, и кто там хороший, кто плохой. А так вот эта работа с репутацией, это работа с выдачей поисковой. И в выдаче поисковой в топ-20 часто стоят далеко не топовые блогеры, а какие-то шаромыжные сайтики, и видно, что это был заказ. Вот их выдавливать нужно из выдачи, там, ну подчищать что-то. Ну подчищать это самое плохое, на самом деле нужно конструктивом наполнять, чтобы там было просто больше информации, чтобы люди почитали и умные сделали для себя выводы. Ну а мудаки, они там остались при своем мнении. Допустим, батюшка всю жизнь крестил детей, проповедовал, вот все это там, церковь строил, но один раз его увидели, как он вот телочку себе снял и сажает ее в машину, и все пипец. И вот только об этом будет в Яндексе, Яндекс сам это будет пушить, поднимать, поднимать. Поэтому нужно как-то сказать, блин, ребята, но он же не только там телочку снял, он же еще вот столько душ спас, столько детей крестил, вот понимаешь. Нужно наполнить это информацией об этом человеке, об этой компании, что они вообще-то вот свет белый клином не сошелся на этом говне. Ну и потом юзератором там подкрутить чуть-чуть. Роми Морозову, привет. Уже после того, как мы записали это интервью с Еленой, она опубликовала пост, где рассказала о том, что ее борьба с Юрковской в суде зашла настолько далеко, что она вынуждена провести свой первый, и как она говорит, последний мастер-класс, вебинар по привлечению коммерческого трафика. Деньги нужны на то, чтобы продолжать отстаивать свою позицию в суде в этом деле. И, собственно, это уникальный случай, это действительно первый такой вебинар по трафику, по тому, как искать клиентов. Это не реклама, я сам купил доступ на этот мастер-класс, там цены настолько смешные, что для такого специалиста, что позволить может кто угодно на самом деле, кому нужны клиенты. Я, собственно, хочу там найти ответы на вопросы, как нам еще получать клиентов из интернета, какие существуют каналы. Я надеюсь, что это будет очень полезно, причем вы можете быть где угодно, в любой стране, в том числе в Украине. Мы оставим описание, как сделать платеж, ссылочку на сайт Елены под этим видео, поэтому переходите, смотрите, надеюсь, увидимся на этом мастер-классе. Самые необычные клиенты, которые были? Газированная водка в банке «Джокер». Но они не были моими клиентами, у них денег не хватило лета, было холодным, они пришли под конец лета, я говорю миллион, а не до какой миллион, уже и денег нет. А с которыми были реализованы проекты? Самые необычные клиенты, с которыми были реализованы проекты, это у меня все клиенты интересные. Ну, понятно, но какие-то запомнились там особенно. Мне нравится, когда получается продавать продукты клиента, вот эти запоминаются, но всякие там обувь, гаджеты. Иногда с пилюлями хорошо получается. Пилюли? Пилюли, таблеточки всякие, вот. Ну, с клиниками у меня хорошо получается, да, несколько клиник уже было. А с кем точно никогда не будешь работать, помимо уже теперь инфобизнесменов, я так понял? С кем точно никогда не буду, ну, с политикой не буду работать, политику, ну, я вжогу. И ни разу не было? Ну, нет, ни разу не было. А с политикой, с инфобизнесменами, да, блин, да много с кем не буду работать. Сейчас знаешь, сколько всего говна пытается на рынок выйти, там, оружие, наркотики, там, какие-то вообще, блин, средства от ВИЧа, там, которые не помогают от ВИЧа, которые на самом деле для ВИЧа, да столько всего дерьма лезет в интернет, я тебе умоляю. Ну, много с чем не буду работать. Казино? Казино, ну, я бы поработала с Азина, но они сами молодцы, где я, где они. Казино нормально, да. То есть политика отстоя казино – это огонь? Да, блин, с политикой столько ненависти человеческой, ты знаешь, кровавая какая тема, она вот прям кровавая. Слушай, люди занимают последние деньги в казино, относят тоже кровавая, может быть, тема? Ну, новые заработают, ничего страшного. Вот так вот. Я, как бы, работаю со всеми поставщиками коммерческого трафика, их там раз-два я обчелся, да, и с поиском, и с контекстом, и социальными сетями, и хоть с порно-трафиком, если бы он давал нормальные клики, нормальный конверт. А где, кстати, оправдан порно-трафик? Да, порно-трафик можно хоть там карты банковские там рекламировать, хоть, не знаю, какие-то там, ну, сервисы для молодежи. Он просто такой очень странный порно-трафик, там БАДы всякие на порно-трафике рекламируются, там средства для продления полового акта, для там увеличения, ну, кому что там требуется. Ну, это понятно, это традиционно. Ну, он очень странный, он, трафик идет с порно-сайтов, клики идут, видно, что они не паленые, видно по глубине, по отказам, по времени на сайте, видно, что это нормальный человек ходил, осмысленно. Но они не покупают вот в моменте, не знаю, может быть, у них там руки заняты другими делами, но он вот такой в моменте не конвертит. Поэтому, ну, под запрос работаю, конечно, совсем, но в целом это не самый шикарный трафик. То есть это клиент прям просит или ты можешь предложить что-то, ребята? Клиент приходит и говорит, мне надо продавать, вот мой паровоз говном, толкните его, пожалуйста, мне надо продавать. Я говорю, ну, блин, ну, можно вот так, вот так, вот так вот это делать. Ну, ты обсуждаешь, что ты будешь рекламироваться на порно-сайтах, например? Ну, может, не все хотели бы. Да, тут нет ничего такого, они говорят, да, давайте пробовать, ну, а что тут такого, реклама на порно-сайтах? Не знаю, ну, они же не закрытые. Ну, они же типа такая фигня, как имидж, там, компания. Ой, да всем нужны продажи, у всех деньги заканчиваются, ну, какой имидж? Не, ну, есть такие, которые имидж, но я не пойду там клинику, допустим, рекламировать на порно-сайте, ну, а вот там какую-нибудь майнинговую фигню, да, запросто пойду рекламировать. Давай какой-нибудь свой рейтинг очень просили составь блогеров, вне зависимости от площадок и вне зависимости от тематик. Кому ты понесешь деньги? Очень простые люди писали этот вопрос. Очень простые. Вот, святая простота, ну, понимаешь, это, знаешь, как люди, которые обращаются к арбитражникам, а спалите канал, вот как вы льете трафик. Вот ты называешь этот канал, и через два часа ты можешь к нему не обращаться, все, он мертв. Ну, я сейчас тебе назову топ-10 блогеров продающих, и, как бы, наверное, уже в январе 19-го года у них будут цены в два раза выше, и, наверное, я уже к ним не пойду. Давай так. Поэтому, кому интересно, пишите, пожалуйста, там, в личку, я не буду называть имена блогеров, но это... С кем работаешь уже давно? Ну, есть же какие-то такие вот прям уже ребята, с которыми ты уже несколько лет? Да, их все и так знают. Много лет работаю с одними и теми же, да, одни и те же 10 штук, 20 штук, там, одни и те же, одни и те же. Раньше я работала с блогерами-пидорами, в этом году реально поработала с блогерами-геями. Это вообще невозможно. Чего? Вот ты спрашивал, кто кидает, вот они кидают, это пипец. Блогеры-геи, это очень тяжело. У тебя какая-то специальная история с геями, да, я так понял? Да нет, просто много бьюти. Просто, если ты посмотришь западный рунет, кто там продает бьюти, красоту. Ну, Америка, Европа, там одни геи-трансвеститы только рекламируют косметику, одежду, вот это вот все. Мы к этому тоже придем, у нас были только геи-трансвеститы, трансгендеры. Потому что, опять же, это как мат в тексте, да? Ну, типа... Я не знаю, почему, но есть вот такой, ну, блин, почему. Ну, потому что такие люди тоже существуют, они стали заметны, вот они появились, они тоже становятся блогерами. Там есть не бестолковые ребята, есть ребята экспертные, которых слушает аудитория. Их в основном аудитория, опять же, женская. Ну, есть такая же аудитория геев и трансвеститов, а это очень благодарная аудитория. Ее вот так обнародовать довольно трудно, но это же люди, которым, знаешь, не нужны там квартиры, машины, вот это вот все. Им нужна одежда, обувь, косметика, все, что можно надеть на себя, аксессуары, вот это все. Поэтому все говно им продавать очень хорошо. Вот не нужно совершенно говно, геи-трансвеститам продать, милое дело. Главное, чтобы не сильно дорого. Ты с ними активно сотрудничаешь? Да нет, я просто говорю, что... Что я говорю? Что в этом году с ними поработали и заколебались. Тяжелые они товарищи, тяжело им жить в нашей стране. И поэтому они тяжелые. Но аудитория интересна, это новая аудитория. Слушай, давай вообще на отключенную тему поговорим. У тебя маленький ребенок. Твои подходы к воспитанию детей? Может быть, какие-то специальные, уникальные? Слушай, я просто... Мы просто выживаем, как можем. В смысле? Никаких специальных, но тяжелый период. Выживаем, как можем. Спим по сменам, держим няню. Период тяжелый, невыносимый. В смысле, не финансово, а вот именно эмоционально-физически? Не физически, да, физически. Ну, надо работать сейчас же, как размножаться. Работаешь, не отходя от станка. Раньше в поле рожали, сейчас за компом. Как сейчас женщину тяжело. В смысле, у тебя были домашние роды? Нет. Ну, как, ну, я родила, переночевала, села, там, тексты какие-то вычитывать. Там, на статоршинский сайт надо было заверстать. Надо было, там, на следующей неделе по встречам поехал. Какие-то съемки ролика у меня тоже были. Не с моим участием, конечно, но так, да. У меня есть знакомая, которая через два часа зашла в Facebook после родов. Ну, она предпринимателя. В Facebook через сколько я зашла? Ну, той же ночью я пошла проверять мессенджеры, кто мне там, что там пишет. Потому что работа-то идет. Это был День России, а на следующий день уже был будний, да. И надо было работать, да. Но удается все-таки вырваться, не знаю, там, в отпуск, где не сверли? Да, конечно, ну, с компьютером, да. Но ты постоянно с работой, там, что, да, конечно, удается. Где отдыхаешь? С границей. Ну, окей, Таиланд или, там, Европа? Что ближе? И то, и то. Пляжная история или где-нибудь там? Да не знаю, едешь-едешь в Азию, потом думаешь, блин, Азия уже осточертела вот это все грязище. Это надоело Азия, все, поеду в Европу. Америка меня манит, вот в Америку я бы съездила. И клиентов хочу американских, и в Америку хочу съездить. Ты хочешь выходить на американские роды? Конечно. Ну, понятно, что там очень много денег. А что для этого нужно? Научиться материться на английском? Нет, нужно хорошо работать, я хорошо работаю. Ну, ко мне два года ходили американцы, русские американцы, всякие американцы, там, с разными корнями. И я им отказывала, я говорила, что я не умею, я не могу, мне тяжело, у меня русских много. А теперь я начинаю этим заниматься, я буду учиться, да, буду это осваивать. Ну, как, ну, все опытным путем, экспериментальным путем, ну, буду делать. Некоторые хотят на российский рынок выходить, некоторые хотят на рынок СНГ выходить. То есть, где-то придется именно с американскими, там, площадками блогерами работать, а где-то с русскими так же можно будет работать. Но это будут американские деньги, что самое главное. А как тебе кажется, там культура блогеров, условно говоря, вот этого... Она вообще другая, она вообще-вообще другая. То есть, она тебе более приятная? Я не знаю, приятна она мне или нет, я еще, что называется, не распробовала. Люди пытаются еще отразить действительность так, как она есть, отразить свое реальное мнение. Они не зажрались, они нормально работают и как-то пытаются разобраться здесь на ситуации, где хорошо, где плохо. Ну, как-то там, мне кажется, честнее. Ну, наши уже, ну, совсем они уже оскотинили, они уже совсем скурвились. С ума посходили, я не знаю, куда они девают деньги, но они уже улетели. Вот, я думаю, что, ну, как бы, насколько я успела там чуть-чуть понять, там немного почестнее. Ну, я думаю, там тоже своего говна хватает. Есть у тебя там какая-то книжка, можем ли мы что-то разыграть или посоветовать, куда-то людей всех отправить, помимо твоего прекрасного сайта? Ну, хочешь мою консультацию разыграть? А у меня с собой ничего нету, вот то, что у меня только... Не, консультация это супер. Да, давай разыграем. Сколько там? Полчасика? Консультация? Ну, давай часик. И вот, что для этого нужно сделать. Нужно подписаться на канал French TV, включить колокольчик, чтобы не пропускать наши другие крутые выпуски. Поставить, конечно же, лайк этому видео, пальчик вверх и написать комментарий. Причем у меня есть для вас целых два сценария комментариев. Первый, большинству, наверное, подходит. Приведите пример самой идиотской, самой ублюдской рекламы в интернете, которая вас взбесила, которая вывела вас из себя. При возможности дайте ссылку, поржем вместе с вами. Второй сценарий подходит, наверное, не для всех, потому что не все сталкивались. Это расскажите, поделитесь какими-то советами, микро лайфхаками, которые у вас сработали для привлечения клиентов из интернета. То есть расскажите, как у вас продвигается ваша компания, ваш товар или ваша услуга. Что у вас там в интернете, что вы делаете. Ну, какие-то небанальные истории, советы, тексты, картинки, может быть, какие-то, которые у вас сработали. Что завлекло, привлекло клиентов, скажем так. И почему они оставили заявку именно у вас. И все это пишите в комментариях. Мы выберем лучшие комментарии. И кто-то один, только один, получит целый час персональной консультации с Еленой Торшиной. Ну, на этом уже точно все, друзья. Спасибо. И последняя у меня просьба для вас. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Расскажите, потому что для нас это единственный способ продвижения. Мы практически не рекламируемся. Мы, естественно, не накручиваем подписчиков. Нам это не нужно. Поэтому, если вам понравилось интервью, поделитесь. Расскажите своим друзьям об этом выпуске. Дайте ссылку и порекомендуйте наш канал для просмотров. Ну, увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok